приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала когда звучит слово этап душа зэка замирает ощущая смутное беспокойство этапы это всегда неизвестность всегда новые люди испытания когда все твое прошлое весь свой нажитый авторитет исчезают и бороться за место под солнцем приходится начинать с нуля как и в первый день в тюрьме хоть со временем привыкаешь но отправляясь на этапе 5 10 раз сердце зэка начинает биться сильнее как правило именно на этапах происходят разборки когда конфликт не завершён и арестантов разделяют тюремные стены они говорят друг другу увидимся на этапе или увидимся в этапе камере куда всех собирают перед отправкой это звучит как реальная угроза по крайней мере ее надо сдержать дабы не уронить свое арестантское достоинство этапируют обычно из сезок местам отбывания наказания также возят между зонами чаще всего на лечение возят подследственных на психиатрическую экспертизу это и лишение и унижение на этапах остро ощущается бесправность легко получить дубиной по спине или прикладом по почкам быть укушенным собакой каждый этап это как минимум два шмона при отправке и при прибытии шмоны всегда тщательные с раздеванием и ломанием вещей это всегда психологическое давление передвижение под дулами бегом крики удары собаки но вместе с тем на этапах можно повидаться со старыми друзьями подельниками узнать последние новости увидеть краешек вольного мира да и впрочем для одних новые люди это страхи проблемы для других новые знакомства и впечатления кому война а кому мать родна на этапах у конвоя можно обменять что-то из вещей на чай сигареты и консервы мастера умудряются даже заварить чефир в купе сделав бездымный факел из простыни и заслоняя огонь от конвойных своим телом или что конечно проще договорившись с ними у приготовленного таким способом напитка конечно же и вкус особый маленького кайфа от нарушения правил от глоточка свободы на этапах можно даже побыть женщиной предварительно через стеночку купе договорившись и получив согласие на свидание соскучившийся по мужской ласке арестантки а затем ночью уболтав конвойного сержанта отдав ему пару пачек сигарет провести полчасика в тамбуре у туалета это конечно экзотика и случается очень редко слишком много всяких если однако бывает и такое этапы это народное наименование перемещения арестантов между тюрьмами лагерями идет она со времен дореволюционных когда осужденных гнали пешком к местам катороги ссылок а этапами были расстояния между острогами укрепленными городами которых отдыхали собирались распределялись потоки каторжан до недавнего времени было понятие пересыльная тюрьма тюрьма служившая исключительно для такого накопления и перераспределения конвоированных со временем пешие переходы были заменены на перевозку по железной дороге что произошло во времена известного министра царской россии столыпина тогда это были обычные товарные вагоны с дыркой в полу в качестве туалета для перевозки преимущественно переселенцев на просторы сибири сами вагоны стали называться столыпинскими так они до сих пор в тюремной среде и называются хотя сейчас это просто модификация стандартного пассажирского вагона с виду он и почти неотличим от такового только с одной стороны поменьше окон купе для арестантов их нет а на окнах другой стороны что со стороны прохода на окнах решетки такой вагон разделен на две половины для зэков и для конвоя можете увидеть разницу и следующий раз оказавшись на станции помахать ручкой путешествующим зэком и вспомнить старую присказку о тюрьме и суме хотя обычно окна на станциях закрыты даже в жару и соответственно увидеть что внутри не получится так как они не прозрачны более официальное название такого вагона вагон зак как и автомобиля для перевозки арестованных автозак скорее всего зак это сокращение от чего-то вроде закрытого типа но арестанты зачастую произносят это на свой манер как автозэк или вагон зэк очень метко как впрочем обычно и бывает на фене так вот а внутреннем устройстве столыпина представьте обычный купейный вагон стандартное купе но только с тремя полками отделка которого явно попроще и скамейки деревянные у которого нет окна стенка с дверью представляет собой решетку с мелкой ячейкой из модификации еще откидываемая вторая полка позволяющая превратить второй ярус сплошное ложе в таком вот купе зэкам приходится ездить по 16 17 человек а иногда в него умудряются впихнуть и более 20 уголовников вторая полка самая комфортная поэтому путешественники с опытом стремятся занять в первую очередь ее здесь можно и лежать и сидеть тогда как внизу при переполненном купе только сидеть а просидеть сутки довольно тяжело на третьих полках умещаются только по одному человеку лежа сюда забираются чисто поспать в порядке обмена жилплощадью жара в таких купе летом просто неимоверная по инструкции конвой может открыть окна только во время движения поезда вывести в туалет тоже только во время движения однако среди конвойных тоже попадаются люди и иногда они уступают настойчивым требованиям заключенных и нарушают инструкцию немного приоткрывая окно справить нужду периодически выводят по одному человеку в сопровождении конвойного по нормам каждые четыре часа но на практике бывает по-всякому бывает что и не допросишься для этого народ запасается пластиковыми бутылками сначала из них пьют запасенную воду а после опустошения бутылок туда отливают а если у кого вдруг понос а бывает и такое то тут начинается цирк и смех и грех поэтому зная что пора на этап бывало языки за сутки до этого почти перестают есть а с утра пить если еще учесть что в дороге тоже никто не кормит выдают сухпайок виде хлеба сахара может быть даже какой-то консервы но все это достаточно скудно то потом по прибытии в новую тюрьму пока попадешь в камеру может пройти еще целый день и того двое-трое суток голодухи отправляться на этапы с большим баулом не стоит автозак вагон зак и снова автозак двигаться сумками под дубинками сложно к тому же идеал босяской жизни минимум собственности не привязанность к вещам легкость поэтому учитывая тесноту столыпинских купе обостряющие это отношение обладателей больших сумок не только просто не любят но и пытаются всячески развести на содержание этих самых сумок купе обычно идут традиционные разговоры кто откуда за что сидит какой срок этапировать могут очень долго например чтобы проехать через всю россию может понадобиться месяца два а если вдруг надо пересечь границу например между россией и украиной то в самых радикальных случаях может затянуться и на полгода столыпины не всегда следует кратчайшим путем а так как это выгодно экономически что не всегда совпадает вплоть до того что например чтобы попасть из тюрьмы в зону расположенную за 140 километров приходится делать крюк километров 700 отдыхая в двух тюрьмах соседних областных центров потратив на это две недели по причине того что на бензин для автозака нет денег однако все это не самое страшное в этапах этапов боятся в первую очередь те кто чувствует за собой какие-то косяки из прошлой жизни как вольный так и тюремный все стукачи и беспредельщики покидая стены тюрьме зон остаются без своей крыши которую им обеспечивали опера в той или иной мере стенах этапки где народ собирают перед этапом их судьба уже никому не интересно для ментов они уже отработали свою и о них уже забыли теперь они наравне с остальными как правило спрос происходит именно здесь убивают редко по крайней мере в наше время а вот покалечить это в два счета предъява пару минут на прения и исполнения самый щадящий способ это пощечина что сбрасывает статус человека на ноль самый радикальный это головой в дючку в очко если таковое имеется что сразу делает человека закон тачанами или опущенным однако формально это беспредел и в наши дни такое почти не происходит опускание сейчас случаются крайне редко однако слухи о таких исключительных случаях все же ходят многие помнят чудовищную историю об убийстве во время этапирования четырех заключенных колонии города копейска официальная версия этого убийства была такая четверо заключенных которые якобы плохо вели себя еще в поезде по приезду в колонию сразу напали на сотрудников те же защищаясь правомерно избили их до полусмерти и оставили умирать в камерах изолятора по официальной версии тюремщики виноваты были лишь в том что не оказали несчастным своевременную медицинскую помощь и позволили им умереть по закрытости и по степени лжи и лицемерия системе в син россии равных нет удивительно что возглавлявший в то время тюремную систему юрий калинин профессиональный тюремщик проделавший путь от рядового вертухая до первого лица в син ушедший после этих событий в отставку успешно продолжил свою карьеру став сенатором а позже возглавил кадровую службу компании роснефть став ее вице-президентом для лиц следующих через тюрьму транзитом обычно имеются так называемые транзитки специальные камеры предназначенные только для них делается это не только из причин удобства но и для карантина на случай инфекции и конечно же для предотвращения обмена информации между местами заключения отношения в транзитках всегда настороженные люди меняются постоянно конфликты дело обычное поэтому этапов боятся и те кто не уверен в себе этапы это прежде всего новые люди и очень стесненные обстоятельства где конфликт может возникнуть даже из-за одного сантиметра пространства это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...